Нет, я не против, что впереди у нас вот эта девочка совсем одинокая. Это кабинет, где выдают выписку о прививках. Документ необходим, чтобы выехать в детский оздоровительный лагерь. Это очередь из желающих получить справку. Человек 50 и подходит еще. И всем надо срочно, потому что на оформление путевки даются считанные дни. При этом кабинет работает всего два часа. Думаете, сколько придется здесь простоять? Минимум, наверное, еще час-полтора, думаю, не знаю. А кабинет-то скоро закроется? Должен, наверное, всех принять. Надеюсь. Вы в очереди по счету какая? Ну, это же не завод после девочек. Прием идет не быстро. За первые 40 минут прошли всего несколько человек. У кого-то не выдерживают нервы. Люди в буквальном смысле слова начинают штурмовать оказавшийся неприступным кабинет. Два часа всего работать, когда стоять в очереди. И надо все сделать. Другого способа получить эту книжку, просто забрать ее и уйти. Нету? Нет. Вы знаете, я в эту прокуратуру жаловался тогда. Та же самая ситуация пожаловались пациенты поликлиники с приемом анализов. Сегодня, допустим, недоприняли, закрылся кабинет, все. Время вышло. Все по дому. То есть не вышли, не предупредили, что, допустим, очередь не занимаете, да, там, или чего-то. Ничего такого не было. Просто все, тупо двери закрыли, все, ушли. На минут 40 мы провели в очередь. А кто-то приходил даже раньше. И нас еще объявили в том, что мы едем в лагерь. Не только для строительной. Для всех череповецких поликлиник время отправки детворы в летние лагеря – самая горячая пора. Надо сделать множество анализов, выписать тысячи справок. В этом году усложнило ситуацию распоряжение санитарных врачей. Дело в том, что прошлым летом в некоторых лагерях были зафиксированы вспышки кишечной инфекции. В этот раз правила оформления медицинских документов для поступающих решили усложнить. Увеличились почти в пять раз. То есть нужно с каждым ребенком весь прививочный анамнез выписывать, начиная с первого листка каждой амбулаторной карты. На это потребуется новая сила. То есть нам нужно увеличивать количество работников на выписке этих справок, где-то в пять раз, чтобы справиться с такими огромными чередями. Мы извиняемся перед родителями. Ситуацию в череповецких поликлиниках сегодня обсуждали в управлении здравоохранения. Персонала не хватает и в обычное время. Проблема обостряется в период отпусков. Несмотря на сложности, очереди необходимо устранить. Вот и в строительной поликлинике нас заверили, что здесь появятся и дополнительные специалисты, и даже специальная техника. Нам пообещали, что все справки выдадут вовремя. И лето, как любят писать на туристических путевках, обязательно состоится.